Это один из немногих изначальных классических сюжетов, если кто-то читал, что все сюжеты можно свести к нескольким, вот один из них это сюжет из Расскрения. И прошу поставить презентацию, которая так и называется Старков. Всем привет, меня зовут Александр. Ну, с начала мы начнем. Это успех. Я вам расскажу успехи. Успехи для каждого. Успех у меня начался необразно. Он начался на хакатоне. Что такое хакатон? Хакатон – это такое мероприятие, где люди тоже совместно проводят хорошее время. Мы собираемся, что-то делаем, показываем это инвесторам. В общем, весело проводим время. Но это необычное мероприятие. Мы здесь делаем это быстро. Когда я это делал в первый раз, я делал медленно. Каждое мероприятие проходит очень четко. В каждом мероприятии. Мы создаем что-то новое. Здесь никогда нету что-то одинакового. Надо чему-то учиться новому. Что-то парамировать, говорить. Каждый в команде делает что-то свое. И это создает кастер в команду. Конечно же, неудачи. Неудачи у каждой команды в хакатоне случаются. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Порывешь и больше, кто-то выигрывает. Не стоит на этом зацикливаться. Из циклов неудачи на хакатоне появляется одна победа. Каждая победа – ценат и команда. Для того, чтобы создать победу, чтобы запустить свой стактап на мероприятии, нужно хороший коллектив. Каждому коллективу нужно действовать четко, слаживать так супергероев, как целая команда. Что я могу на самом деле сказать о команде? Команда не просто так состоит из пустого места. Она состоит из нескольких циклов. Это первое общение. Кого-то ты находишь, с кем-то общаешься, с кем-то хорошо нравится работать, учиться, разговаривать. Эти люди примыкают к себе, ты примыкаешь к ним. Они создают такой костяк. Навыки. Навыки – это важно. В каждой команде что-то кто-то может делать уникально, но все могут все. Они должны все и что-то уникально. И это и есть команда. Так можно прийти быстро к цели. Кто-то умеет представить, кто-то умеет работать. Это и есть та самая структура. Структура знаний, которая создается в команде. К каждому из участников мы сделаем свой проект. Естественно, не надо забывать от розовых очков. Мы думаем, что команда придет выскок к успеху, вот она сложилась, и мы сейчас это сделаем. Нет. Этого не происходит. Каждый стартап обрешен на неудачу. Потому что где-то в команде была плохая идея, плохой был лидер. Ну, не получилось. На этом и стоит зацепляться. Появится новый опыт, новый стартап. Если команду хорошо сложить и стать его лидером, можно получить новый стартап, новые открытия, которые мы создадим в новом стартапе. Естественно, надо не забывать. Предыдущий стартап принадлежит большой опыт. И, конечно же, результат. Это то, ради чего идет команда. То, ради чего вы все здесь собрались. На два дня, на три дня или на полчаса. Не важно. Если есть хорошая команда, можно сделать хороший стартап. Можно создать хорошую идею. Что дальше? А дальше развитие. У каждого вместе с нами есть какая-то цель. Ее надо развивать. И вместе мы это сделаем быстрее. Вот так. Вопросы? Вопросы и жалобы? Вопросите. Можно конкретный пример? Конкретный успех. Есть, вы знаете, такой, не знаю, стартап. В форме блокчейн. Мы создали стартап «Смерч». Он сейчас активно у нас развивается и воспринимается инвесторами как хороший потенциал. Это распределенная система хранения данных для больших суток компаний, где очень популярны санс-решения, средний и небольшой бизнес. Где любители создают свое частное область, где отказоустойчивость создавать системы внутри компании. Мы это развиваем уже месяц, так, шесть. И получили одобрение инвестиций. Команда, на самом деле, наша собралась, собиралась очень долго. Я в течение 65-66 хакатонов, посвящая дежуразовое мероприятие, бывал в разных хакатонах, чтобы собрать эту команду и получить результат. Как говорю, результат получался совсем не сразу. Какие-то стартапы у нас получались, они, может быть, неуспешные, но команда быстро разваливалась. Не было ядра, не было общего что-то. И много-много наших, тех людей, которые я встречал в хакатонах, кто были в нашей команде, были в других компаниях, в других командах, и они приходили к успеху. Я думаю, что здесь успех и успешные проекты зависят именно от течения обстоятельств. Можно повести любой стартап к успеху. Главное, оценить его недочеты и где программы есть. По опыту, по опыту, какой СО, так сказать, мудрое или достаточно не глупо обрубить, так сказать, неудачное, если ты чувствуешь неудачу, обрубить проект? По вашему опыту? Ни в коем случае. Надо выжимать все. В смысле, а когда он будет доходить? Это понятно, что он доходит. Это можно оценить, это оценивают инвесторы. Они говорят, это хорошо, потому что результат стаканпа, это все-таки система, которая будет приносить прибыль. Прибыль могут сказать люди, которые этим занимаются. Я могу так сказать об опыте, вот честно, в моей команде было 6 финансистов и один программист. Они могли сказать, какую я идею не предлагал им, они ее сразу обрубали, говорили, это не пойдет, сразу не пойдет, сразу не пойдет, потому что они это просчитывали быстро. Они в 6 лиц, так сказать, просчитывали буквально за секунды прибыль стартапа. И в результате, именно благодаря той команде, с которой я понял, что такое успешное, и насколько вот где грани успешности в инвестиции и финансировании стартапа. Это скажет много, об этом смог сказать инвесторы, об успешности стартапа. А до этого надо отложить все силы, чтобы он заработал. То есть работать, работать, работать над своим проектом. То есть вы никогда не делали, не заканчивали проект, чтобы не вкладывать в него никакую силу? В первую очередь, вкладывая силу, ты вкладываешь силы в себя. Ты учишься этому. Скоттап можно, чтобы учиться. В первую очередь. Научить всех участников команды, научить себя, что надо делать. Следующий стартап, если ты не научишься на этом, следующий стартап будет такой же. И следующий будет такой же. И следующий. Пока ты не научишься тому, чего тебе не хватает. Мне этому потребуется 60 сетей экономики. А были всегда разные проекты? Или проект, как бы идея была одна, как бы варьировались там подходы? Я сцеплировался несколькими методами. Первый, да, был метод, был какой-то, где-то я нашел, думал, что где-то что-то вот здесь есть, вот здесь вот можно что-то придумать, да? И начал к этому разные подходы. Это было в гиммификации разных отделений бизнеса. То есть я, например, делал для... Кейс, делал модуль, чтобы им было удобнее привлекать, для маркетинга и так далее. И у меня был какой-то вот наработок игры, да, наработок гейм-дизайна, и я его применял где можно, только можно. И к нему подходы разные наращивал, что-то убавлял, а потом понял, что не всегда это эффективно. Где-то это применимо, а в большей системе это просто отваливается. И начал создавать заново что-то, слушать других, может быть, модифицировать их идеи. Нет такого четкого понятия. Гадо применять несколько подходов. Не подходится что-то дорабатывать, создавать новое, следить за трендами. Никогда нельзя, вот, например, если посетить, например, в одиннадцатом году, да, и сразу приместиться в 2016 и вместить его, тренды разные, надо за ним следить. Люди, например, сейчас нравится покемону. Да? Покемоны – это сейчас тренд. Если что-то сейчас, создаваться новое подобное этому или разовет ее идеологию и будет более успешным, оно обязательно принесет большую прибыль. Да, поэтому... Ну, принять. Время, время, время. Друзья, время у нас закончилось.